Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных поддержанных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Автомобиль, о котором мы хотим поговорить сегодня, наверняка будет рассматриваться к приобретению теми людьми, кто ищет на вторичке, пусть и поддержанный, но не слишком пожилой автомобиль. Самым старым экземпляром этой модели, которая сейчас находится на вторичном рынке, едва стукнула 6 лет. И кое-какая статистика по неисправностям, отказам и так далее уже успела собраться. Кроме того, на момент своего появления этот автомобиль считался венцом творения отечественного автомобилестроения. Давайте посмотрим, насколько это соответствует истине. Встречайте, Lada Vesta. Базовая Lada Vesta в кузове седан встала на конвейер в 2015 году. В 2017, два года спустя после начала выпуска, гамма кузовов пополнилась еще и универсалом. А еще чуть позже завод-изготовитель добавил в модельный ряд и версии кросс, которые отличаются от обычных автомобилей внешним стайлингом с пластиковыми накладками вокруг колесных арок и на порогах, а также чуть увеличенным дорожным просветом. Привод у этих автомобилей может быть только передний, а двигатели устанавливались сугубо бензиновые. Тут было два мотора объемом 1,6 литра и двигатель на 1,8 литра. А вот коробок передач на эту модель могло устанавливаться в разное время аж 4 разновидности. Две механики, роботизированная коробка передач АМТ в виде однодискового робота и вариаторная трансмиссия. Наш сегодняшний экземпляр 2019 года выпуска. Этот автомобиль имеет под капотом ВАЗовский 16-клапанник 1,6 литра, 106 лошадиных сил, коробка передач, 5-ступенчатая механика. И по традиции в начале обзора пару слов скажем о кузове автомобиля, о качестве и толщине лак красочного покрытия и о том, насколько хорошо или наоборот кузов машины способен бороться с нашими дорожными реалиями в виде зимних реагентов. Что касается толщины окраса, то у Лады Весты слой ЛКП достаточно стандартный для представителей своего класса и составляет 100-150 микрон. Если больше, скорее всего, вы имеете дело с окрашенными элементами. Что касается стойкости кузова к коррозии, то здесь Лада Веста держится молодцом. Причем ее можно назвать настоящим прорывом не только в сравнении с предыдущими моделями завода, которые начинали гнить через, грубо говоря, 2-3 года активной эксплуатации. Но также и по сравнению со многими одноклассниками, обширно представленными на вторичном рынке. Дело в том, что большая часть кузовных панелей у Весты оцинкована. Исключение составляет крыша автомобиля. А днище довольно неплохо завода обработано антикоррозийными покрытиями. Так что, если автомобиль не был в серьезном ДТП, то по части коррозии у этой машины все должно быть благополучно. Что касается качества сборки салона и материалов, из которого он сделан, пластик здесь действительно жестковатый, однако весьма и весьма износоустойчивый. Даже автомобили, которые прошли в такси не первую сотню тысяч километров, как правило, демонстрируют очень неплохое состояние салонных панелей. То же самое относится и к обивке кресел. Грубоватая на ощупь, но достаточно износостойкая и крепкая. Что касается каких-либо характерных кузовных болячек, либо связанных с электрикой, то у Lada Vesta таковых можно сказать, что практически и нет. Во всяком случае, те первые проблемы, наподобие воды, появляющейся в повторителях поворота в зеркалах, завод-изготовитель так или иначе устранял в первые годы жизни модели. Причем, если владельцам первых Vesta приходилось, например, обращаясь по гарантии, ждать полностью все зеркало в сборе, выкрашенное в цвет автомобиля, что занимало несколько недель ожидания, то в настоящее время можно просто поменять сам оптический элемент, что выйдет достаточно бюджетно. И про проблему, так сказать, забыть. Также из проблем, с которыми сталкивались владельцы Vesta, можно отметить отказ электрозамков дверей. Но, опять же, случалось это не на каждой проданной машине и в основном касалось также первых партий произведенных автомобилей. Про кузов поговорили, а теперь давайте поговорим про моторы, которые можно было обнаружить под капотом Lada Vesta. Первый двигатель, и это наш случай, это родной отечественный ВАЗовский 16-клапанник. Индекс этого двигателя 21-129. Он представляет собой рядную четверку с чугунным блоком цилиндров. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, в этот двигатель добавили, пожалуй, разве что впускной коллектор с изменяемой геометрией, то есть с заслонками. Однако, каких-либо нареканий к работе этого самого коллектора по Lada Vesta пока не было. Привод ГРМ на этом двигателе ременный, и ремень этот подлежит замене каждые 90 тысяч километров, если верить заводскому регламенту. Однако, рекомендация, все же смотреть за этим ремнем пристальнее и менять его раз в 70 тысяч, поскольку при обрыве ремня ГРМ на этом двигателе клапана загибает. Регулировкой зазоров клапанов владельцам ВАЗовского шестнаря заниматься не придется. На этом двигателе установлены гидрокомпенсаторы. С ними связана также одна особенность. Если этот автомобиль долгое время проведет без движения, гидрокомпенсаторы имеют свойство иногда зависать и подклинивать. Как следствие, вы можете слышать цоканье после запуска. Такое же может случиться с мотором при использовании откровенно некондиционного моторного масла. Замена которого, кстати, должна производиться раз в 15 тысяч километров, если верить заводским регламентам. Ну а если вы хотите, чтобы у вас шестнарь выходил как можно дольше, сократите этот регламент вдвое до 7-7,5 тысяч пробега. Что касается каких-либо откровенно слабых мест по этому агрегату, ну здесь таковых на самом деле немного. И по большому счету все это можно также встретить на любом другом автомобиле любого производителя. При эксплуатации подобной машины нужно смотреть за тем, чтобы у вас был в рабочем состоянии термостат и не было течи по системе охлаждения. То есть при покупке стоит внимательно осмотреть автомобиль на предмет целостности радиаторов. Что касается течи масла, в основной массе эти двигатели могут подтекать маслом из-под клапанной крышки. И в этом случае придется ее демонтировать и переуплотнять. Также многие отмечали небольшой ресурс правой опоры двигателя на автомобилях первых партий. Отбывшая в мир иной опора возвестит о себе возросшие вибрации при работе мотора, а также характерным стуком. И в этом случае ее, конечно, придется заменить. Ну и в завершение, если ваш 21-129 начинает подтраивать и неровно работать на холостом ходу, либо у вас начинают плавать обороты, смотрите цепочку. Датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки и сама дроссельная заслонка. Скорее всего, корень проблемы будет где-то здесь. Что касается расхода масла на угар. Сам завод-производитель регламентирует норму расхода масла на этих двигателях 700 грамм на 1000 километров пробега. Однако, по наблюдениям многочисленных владельцев, эксплуатирующих Весту с этим мотором, в каком-то масляном аппетите, исправный 21-129 особо не замечен. Ну а ресурс данного агрегата, если вы эксплуатируете автомобиль в обычном нормальном ключе, то есть без светофорных гонок, бесконечных раскручиваний двигателя до отсечки и так далее, этот мотор при должном уходе и обслуживании способен выходить порядка 200 тысяч километров пробега, что по нынешним меркам не так уж и плохо. Также стоит отметить, что агрегат вдоль и поперек изучен, поэтому отремонтировать этот автомобиль вы сможете, пожалуй, в любой точке нашей страны, если, конечно, это вам понадобится. Поскольку, как уже было сказано, опыт владельцев Весты говорит о том, что по части сборки моторов, во всяком случае мотора 1.6 у автоваза в настоящее время, дела обстоят не в пример лучше, чем в былые года. Второй мотор, который может находиться под капотом Весты, это двигатель объемом 1,8 литра, мощностью 122 лошадиные силы. Его заводской индекс 21-179. И это модернизированная версия мотора 1.6, по крайней мере, построенная на его базе. Единственное, что эти два двигателя имеют между собой некоторые отличия. Так, на моторе 1.8 нет коллектора с изменяемой геометрией, зато есть другая головка блока цилиндров, в которой присутствует фазовращатель на впуске. Привод ГРМ на моторе 1.8 также ременный, и регламенты замены ремня все те же, как и последствия при обрыве этого самого ремня. Если вы рассматриваете к покупке Весту с двигателем 1.8, следует иметь в виду вот что. На первых партиях автомобилей этот двигатель был замечен в расходе масла. Конечно, не в том объеме, в каком его иногда демонстрируют некоторые турбомоторы, но, тем не менее, для атмосферника расход масла присутствовал. И многих владельцев это расстраивало. Со временем Автоваз модернизировал двигатель, начав установку модернизированной головки блока цилиндров, и вроде как проблему практически изжили. Также некоторые владельцы Вест с мотором 1.8 сталкивались с провалами при разгоне, и эту проблему завод официально победил, начав устанавливать с 2018 года модернизированную топливную рампу. Если выбор будет стоять между двигателем 1.6 и 1.8, по большому счету разница в динамике между этими двумя моторами не столь существенна, чтобы уходить от хорошего ухоженного экземпляра с 1.6 в пользу так себе состояния 1.8. Третий двигатель, который можно купить в кузове Весты, это всем хорошо известный по моделям концерна Renault-Nissan H4M, он же HR16DE, 1.6 литра, 110 лошадиных сил. Это алюминиевая рядная четверка. По конструкции двигатель также простой, и кстати весьма ресурсный. Из элементов, усложняющих конструкцию, на HR16 можно отметить разве что фазовращатель на впуске. Цепь ГРМ, которой оснащается этот мотор, практически не требует какого-либо вмешательства на протяжении всего срока его эксплуатации. По заверению производителя, она не обслуживаемая. На практике зачастую получается так же. Ресурс HR16DE или H4M до капремонта может доходить до 350-400 тысяч километров пробега. Двигатель действительно очень надежный, и каких-либо слабых мест по этому мотору очень немного. К таковым, например, относится прогар прокладки приемной трубы, когда автомобиль начинает издавать спортивный рых, в основном в зоне средних оборотов. Прокладка меняется, и машина эксплуатируется далее. Также на HR16DE нет-нет иногда встречаются проблемы с модулем зажигания, но в этом случае модуль зажигания придется только поменять, поскольку далеко не факт, что при его отказе автомобиль в принципе заведется. Но это единичные случаи. Так же, как и на вазовских агрегатах, у HR16DE периодически случается необходимость замены правой опоры двигателя, о чем говорит возросшая вибрация. Ну а свист ремня приводов вспомогательных агрегатов к каким-либо критическим неисправностям, пожалуй, не отнести. Ремень либо подтягивается, либо меняется, если подтяжка уже не помогает. Также стоит иметь в виду, что HR16DE, в отличие от отечественных двигателей, не имеет гидрокомпенсаторов клапанных зазоров. Клапана регулируются подбором толкателей. Процедура эта осуществляется по регламенту раз в 80-100 тысяч километров пробега по факту по обстановке. Появился посторонний звук, отрегулируйте клапанные зазоры. Также нужно иметь в виду, что HR16DE, в отличие от вазовских агрегатов, не имеет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Соответственно, клапанные зазоры регулируются подбором толкателей вручную по регламенту раз в 80-100 тысяч километров пробега, ну а в жизни по симптоматике. Из всех предложенных агрегатов условно HR16DE, он же H4M на Весте, будет самым ресурсным. С этим мотором машина может отъездить без капремонта, как уже говорилось, порядка 350-400 тысяч километров пробега, но при должном обслуживании. HR16 любит уход, хорошее топливо и боится перегревов. Да и агрегатируется этот мотор только с вариаторной трансмиссией. Поэтому такие Весты по умолчанию стоят дороже, чем версии с отечественными двигателями. Про двигатели поговорили, теперь о коробках передач, в которых на Весту могло, как уже было сказано во вступлении, устанавливаться 4 разновидности. Здесь было 2 механические трансмиссии. Первая устанавливалась на автомобиле где-то до 2016 года, и это была реношная 5-ступенчатая механика. Чем была хороша механическая коробка от Рено, так это своим ресурсом. Данные коробки были способны отбегать порядка 350-400 тысяч километров пробега, и кроме того отличались низкой шумностью работы. Чем расстраивали многих собственников, так это не совсем четким механизмом переключения передач. Ну и если дело все-таки доходило до замены комплекта сцепления, следует иметь в виду, что у реношной трансмиссии рабочий цилиндр сцепления и выжимной подшипник выполнены единым узлом. Соответственно, стоит его замена подороже, если говорить про запчасти. А меняется он где-то раз в 70-80 тысяч километров пробега. Каких-либо противопоказаний к покупке Весты с такой коробкой, по сути дела, нет. Брать можно смело. Вторая механическая коробка, которую начали ставить на Весту для снижения себестоимости, возможно, либо удешевления производства, это полностью отечественная трансмиссия, которая не имеет проблем с четкостью переключений. По крайней мере, пока средний возраст и пробег этих автомобилей еще не дошел до закритических значений. По этой коробке стоит отметить, что по конструкции она простая, если не сказать примитивная. В общем-то, вдоль и поперек изученная. Ресурс ее также достаточно большой, но сама по себе она работает достаточно шумно. Конечно, по сравнению с предыдущими моделями Приора и Гранта Вести все намного тише. Но, тем не менее, при тест-драйве, если гул не режет ухо, а, скажем так, присутствует где-то очень далеким фоном, то, скорее всего, с трансмиссией все нормально. Единственное, на что следует обратить пристальное внимание при покупке Веста с отечественной механической коробкой, так это на то, чтобы сама коробка была сухая. Но не по причине уже полностью вытекшего из нее масла, а по причине исправности всех уплотнений. Третий вариант трансмиссии Веста, сделанной на базе отечественной механики, это роботизированная коробка АМТ. Все мнения по поводу этой трансмиссии могут быть очень различны, но лично наше субъективное мнение заключается в том, что если вам нужна Веста с двумя педалями, лучше все же остановить свой выбор на более дорогой версии с вариатором. Либо все-таки смириться с некоторым неудобством вождения в пробках и все-таки предпочесть обычную классическую механику. Причина здесь следующая. Однодисковый робот, на какой бы автомобиль эта трансмиссия не устанавливалась, причем это касается и автомобилей именитых производителей, например, Toyota Corolla, либо Honda Civic в форме пятидверного хэтчбека, который выпускался где-то в районе 2008-2010 годов. Так вот, кто бы не пытался настроить работу однодискового робота адекватно, это очень мало у кого получается. Соответственно, езда на такой трансмиссии требует привыкания. И иногда это привыкание может очень сильно, скажем так, затянуться. Поэтому, если вы смотрите Ладу Весту на роботизированной трансмиссии, обязательно прокатитесь на ней. Работа трансмиссии здесь довольно своеобразная. И переключения будут так или иначе чувствоваться. Завод-изготовитель пытался исправить ситуацию, выпустив обновленную прошивку программы управления. Прошитые трансмиссии несколько по-другому себя ведут. Например, если на ранних версиях АМТ-шного робота автомобиль при отпускании тормоза стоял на месте и только при добавлении газа начинал движение, то версия обновленная имеет так называемый ползучий режим. Подобный автомобиль начинает двигаться сразу по мере того, как вы начинаете отпускать тормоз. Так же, как это делает автомат. Что касается рекомендаций, если вы все же приобрели автомобиль с роботизированной трансмиссией, эти коробки нельзя держать на тормозе в положении ездовом. То есть, если вы встали в пробку, как и на механике, выключайтесь в нейтраль. Это в какой-то степени продлит жизнь вашему выжимному подшипнику и комплекту сцепления. Правда, поменять это самое сцепление здесь не в пример дешевле, чем, например, на DSG от компании Ford либо Volkswagen. В среднем ремонт сцепления на роботизированной коробке обойдется вам в 10-15 тысяч рублей. Что касается ресурсов, то есть того, насколько часто придется менять сцепление на первых пилотных автомобилях, это были очень скромные цифры. В некоторых случаях сцепление требовало замены уже после 20 тысяч километров пробега. Однако, по мере совершенствования технологии изготовления и по мере выпуска новых прошивок, ресурс сцепления уже превысил 40 с лишним тысяч. Что касается вариаторной трансмиссии, которая сочеталась в нашем случае только с ниссановским двигателем HR16DE, по этой коробке, авторства которой принадлежит компании JATCO, вопросов, в общем-то, никаких нет. К моменту своего попадания на весту эта трансмиссия уже вдоль и поперек модернизирована и избавилась от всех своих детских болезней. Если вы будете менять масло в этой коробке, как и в любом другом вариаторе, раз в 40 тысяч километров пробега с сопутствующей заменой фильтров, то эта трансмиссия прослужит порядка 200-250 тысяч километров пробега. Так что, если ваше предпочтение – это все-таки автомобиль с двумя педалями, то советуем остановить свой выбор на вести с ниссановским двигателем и вариатором. Теперь автомобиль у нас на подъемнике, мы находимся под ним, и говорить мы, конечно, будем про ходовую часть Лады Весты. По схеме исполнения спереди здесь у нас обычный традиционный для машин этого класса Макферсон, сзади – балка. Что касается ресурса компонентов ходовой части, то в настоящее время после всех модернизаций и устранения слабых мест ресурс компонентов подвески Весты также приблизился к среднеиномарочному 100 тысяч километров пробега. В частности, до этого срока, как правило, выходят из строя разве что стойки переднего стабилизатора. Причем на ранних моделях стойки стабилизатора иной раз выхаживали достаточно немного – порядка 15-20 тысяч километров пробега. Но с нынешними поставщиками комплектующих у Автоваза все в порядке. И стойки выхаживают, в принципе, по 40-50 тысяч до замены. Также владельцы самых первых вес сталкивались с проблемой скрипа втулок стабилизатора. Кто-то решал проблему с маской, кто-то менял эти оригинальные заводские втулки на аналоговые, после чего проблема уходила, подбирая те, которые подходили по размеру от других автомобилей. Но в настоящее время про проблему со скрипом втулок стабилизатора уже можно забыть, поскольку после модернизации эта проблема более не встречается. При осмотре автомобиля обратите внимание также на гофру выхлопной трубы, которая в данном случае, к сожалению, единственный, пожалуй, элемент Весты, очень плохо сопротивляющийся коррозии. Соответственно, на автомобиле есть шанс нарваться на прогнившую гофру, которую придется заменить, либо продолжать эксплуатировать автомобиль с ненормативно-шумной выхлопной системой. Что касается ресурсокомпонентов рулевого управления, то есть рейки рулевых тяг и наконечников, здесь все благополучно. Рулевая рейка у Весты электрическая, и каких-либо претензий и вопросов к ее работе и к ее ресурсу здесь пока нет. То есть свои 150-100-150 тысяч километров этот узел выходит без каких-либо явных проблем. То же самое касается и компонентов рулевых тяг и рулевых наконечников. Расходники, но до 100 тысяч километров пробега, скорее всего, внимания к себе они не потребуют. Правда, здесь все будет очень сильно зависеть от условий эксплуатации, по каким дорогам вы планируете ездить на автомобиле. Что касается задней подвески Лада Веста, здесь все очень просто. Используется здесь балка, соответственно, у нас есть два больших и массивных ресурсных сайлентблока на самой балке и сайлентблоки на амортизаторах, которые, как правило, меняются вместе с самими амортизаторами. Эта деталь выхаживает также около 100 тысяч километров плюс и зачастую раньше начинает постукивать, чем течь. Так что при осмотре Весты на тест-драйве обратите внимание на отсутствие каких-либо стуков в подвеске, ну а при визуальном осмотре убедитесь, что амортизаторы не истекают маслом. Итак, какие выводы можно сделать под все вышесказанное? Можно ли рекомендовать к покупке Ладу Весту, либо нет в подержанном состоянии? Ответ. Рекомендовать этот автомобиль к покупке можно смело. По большому счету противопоказаний здесь нет. Моторы под капотом Весты, как отечественные, так и ниссановские, вечные, в кавычках, двигатели HR16DE, можно смело назвать неплохими агрегатами, которые, если за ними следить, могут прослужить достаточно долгий срок. По нынешним меркам весьма и весьма солидный. Выше 200 тысяч километров пробега. Подвеска на Весте очень энергоемкая, и при этом данный автомобиль завод-изготовитель еще научил и управляться. Поэтому при езде вопросов по автомобилю здесь не будет. Это не архаизм пережиток прошлого родом из 60-х. Машина построена на реношной платформе B0, и вобрала в себя все самое хорошее, что эта платформа, собственно, на себе несет, при этом сохранив относительно низкую стоимость запасных частей и стоимость содержания. Так что Lada Vesta – это вполне конкурентоспособный современный бюджетный автомобиль. Звезд с неба не хватает, но можно сказать, что сделан уже добротно. Как они будут себя чувствовать еще через 5-6-10 лет, покажет, конечно, время, но одно можно констатировать точно. Обидного прозвища «Тазик» этот автомобиль уже точно не заслуживает. Ну вот и все на сегодня. Если наш сегодняшний обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Также, если у вас была или в настоящий момент есть Lada Vesta, и вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров, вам есть чем поделиться, в чем нас поправить или чем нас дополнить. Пишите в комментариях. Людям, которые рассматривают для себя подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока.